Детство без игрушек представить сложно. Детские игрушки не только способствуют познанию окружающего мира и развитию образного мышления, но и прекрасно развивают мелкую моторику рук. Мы часто покупаем детям игрушки, особенно когда они маленькие. И несмотря на то, что прилавки в магазинах заполнены различными товарами, сделать правильный и разумный выбор не так уж просто. Детские магазины Для игрушки для детей обратите внимание на их внешний вид. Игрушка должна иметь гладкие края без острых углов, о которых ребенок может пораниться. Игрушки до 3 лет не должны содержать мелких деталей, которые малыш может нечаянно проглотить. Все детали должны крепко держаться. У мягких игрушек должен быть прочный ворс, глаза и нос должны быть пришиты, а вот набивка не должна вылазить. Краска на игрушке должна быть обязательно влагоустойчивая, а сама игрушка для детей не должна пахнуть. Не стоит покупать игрушку, окрашенной в чересчур яркие цвета. Как правило, такие игрушки содержат ядовитые элементы – кадмия и свинец. Опасность могут представлять и массивные игрушки. По существующим нормативам, вес игрушки детей до 7 лет не должен превышать 400 грамм, иначе она сможет придавить малыша, и у него не хватит сил ее сдвинуть. Ну, в данный момент сейчас самые популярные куклы у нас – это Monster High и Ever High. Они бывают разных видов, и их рекламируют по каналу Nickelodeon, и вообще мультфильмы сейчас разные вышли. Также у нас есть мягкие игрушки, диснеевские, тоже разных видов, и их тоже рекламируют, и они из мультиков идут тоже, там, Фиксики, Барбоскины, Лунтики. Есть куклы тоже из мультика «Холодное сердце», София, Эльза – тоже самые популярные куклы, на данный момент считаются. Есть у нас также лошадки-пони, «My Little Pony», разных видов, вот они. Они музыкальные идут, ну, и вот очень много видов. Есть такие, которых можно разукрашивать, вот такого вида. Безусловно, качественные игрушки для детей, соответствующие всем требованиям, стоят значительно дороже тех, что можно купить на рынке. Но стоит задуматься, можно ли экономить на здоровье своих детей.